Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас казахское блюдо Печь Пармах. Мы же с вами открыли рубрику с блюдами разных национальностей. Сегодня на повестке дня у нас Казахстан. У меня много зрителей из Казахстана, причем все они такие добрые, хорошие. Вот реально всегда вижу классные комментарии и рядом написано привет из Казахстана. Так что сегодня будем обозревать ваше национальное блюдо. Если честно, у вас много там всего интересного, но мне настолько понравился Бечь Пармах, что я поняла, что я ничего другое не хочу. Извините за то, что я повторяюсь, но ем то, что люблю. Здесь баранина и говядина 50 на 50. Причем, знаете, такие жирные кусочки отлично подходят для Бечь Пармаха. Я уже как профи в этом деле. Немного здесь внутри бульончик. Лучше я вам рецептик оставлю. Вроде как мы снимали, да точно снимали. По рецепту здесь еще и луком посыпают, но я лук не ем. Просто вот этот вот вкус и запах лука достаточно. В последнее время я такая, знаете, активная. Много снимаю. Много монтируем. Сегодня я решила этот мукбанг снять и все отдохнуть. Ну как отдохнуть? У меня есть и другие дела, помимо Ютьюба. Их тоже надо делать. Казахи, обязательно отпишитесь, из какого города вы меня смотрите. И давайте вернемся к вопросам. Точнее начнем отвечать на вопросы. Первый вопрос, который очень часто вижу у себя в комментариях, касательно того, что как я отношусь к тому, что сейчас такой вот бум, на то, что многие косметические средства тестируют свою продукцию на животных. Сейчас прямо это взрыв. Все сейчас об этом говорят и меня часто спрашивают на эту тему. Как я поняла, кто не в курсе, многие косметические средства указывают знак кролика. Посмотрела видео. Оказывается, берут где-то 10 подопытных кроликов в другую воронку на горло и капают в глаза вот эти вот вещества, которые содержатся в косметике и смотрят на реакцию. Эксперимент длится от 24 часов до 2 недель. На мой взгляд, это очень жестоко. Я тоже против этого всего. Неужели нет более гуманных каких-то способов протестировать косметику, нежели над бедными животными? Ну, вы знаете, я посмотрела на всю свою косметику, я не увидела ни одного этого знака. Знака с кроликом. То есть, тестируются на кроликах. Люди предлагают отказаться от косметических средств. Я вообще, знаете, за, чтобы минимум сделать косметику. То есть, например, я вот дофига покупаю этой косметики. Зачем? Я знаю, что таких очень много. А все почему? Потому что мы смотрим бьюти-блогеров. Просто я так и не поняла, какая марка конкретно не тестирует на животных, которые мы можем покупать. Я готова платить больше. Раньше я замечала, что в англоязычном ютубе, да и вообще, в соцсетях бренды очень боялись получить какой-то хейт, что все вдруг откажутся от их продукции и так далее. Раньше, когда интернета не было, хрен кто до кого допишется. Дозвались зал. Я бы с легкостью бы отказалась. Просто я не обладаю информацией. Если вы знаете больше, чем я, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я закреплю ваши комментарии, какие бренды не тестируют на животных, чтобы мы все пошли и купили эти бренды. Просто я покопалась в интернете, я вроде не нашла. Знаю, что Эйвен тестируют на кроликах. Maybelline Nix, мой любимый. Тоже тестируют на животных. Но у меня есть все эти бренды и ни на одном нету знака кролика. Что это значит, я так и не поняла. Сейчас, наверное, начнут писать. Говорит про любовь к животным и ест мясо. Вы знаете, есть животные, которых специально выращивают для того, чтобы мы с вами питались. Их кормят, поят. И в какой-то момент их жизнь обрывается. Если мы все откажемся, например, от мяса, столько скотины никто держать не будет. И следующий вопрос обязательно в комментариях пишите, кто знает точную информацию. Ваш комментарий обязательно закреплю, чтобы мы все обладали точной информацией. Следующий вопрос задает Салима. Салима, тебе огромный привет. Алька, хотелось бы уточнить у тебя один момент. Представь себе, что у тебя нету молодого человека и ты хочешь выйти замуж. Встретил в своей жизни человека, который не придерживается твоей религии, смогла бы ли ты выйти замуж за него. Если речь идет о иностранцах, например, все зависит не от вероисповедования. для меня дело больше в традициях. К примеру, мне нравится молодой человек, он, например, китаец. Я бы не смогла. Не потому, что у него другая вера, а потому, что у него другое представление о жизни. для него, например, есть собак, это обычное дело, к примеру. Традиции, взгляда на жизнь, все-все-все кардинально отличается от моего. Например, я спокойно могла бы выйти замуж за русского. начать отношения с русским или с казахом, например. СНГ у нас плюс-минус почти одно и то же. Одни и те же стереотипы, мысли, взгляды на жизнь. ну, например, я смотрю на девушек, которые влюбляются за афроамериканца, выходят замуж, живут у них там, где-то в Гане. Не буду лукавить. Я бы никогда бы не пошла на это. И дело не в том, что там в Африке жизнь плохая, просто я не приспособлена к их менталитету. То есть, из крайности в крайность или, например, арабы. Это не значит, что они плохие люди. они исповедуют ту же религию, что и мы. Но при этом их законы, их взгляды на жизнь кардинально отличаются от наших. И мне кажется, очень сложно потом будет, если развод, если не сойдемся. вот. Поэтому я считаю, что важнее всего взгляда на жизнь. Не обязательно, чтобы вы были одной национальностью. Например, русскому скажешь, братан, слушай, мы с тобой сейчас женимся, но у нас так не принято. У нас принято по-другому. Он тебе скажет, не вопрос, айка. Плюс-минус, мы с вами все можем друг друга как-то понять. Подстроиться как-то. У нас, например, на свадьбах нету такого, что кричат горько, горько, давайте целоваться. Это считается, слишком интимно, так скажем, чтобы при всех целоваться. Там, конечно, могут обниматься, фотографироваться и все остальное. Но именно при всех целоваться или фотографии в соцсети. Раньше когда мне было лет 12, старшеклассники, которые встречались, постоянно выкладывали там, не знаю, в инстаграм фотографии, где они в засос целуются. Все такие, ааа, у нее есть парень, у него есть девушка, как круто. Сейчас я замечаю, просто времена меняются, уже подростки такие более прошаренные, так скажем. уже я не вижу подобных фотографий. И у нас как бы на свадьбе это ненормально. Конечно, опять же, сам решает человек. У нас, например, не принято при родителях. Например, вы сидите в общей компании и вы целуетесь при родителях. Не знаю, как у кого. У нас это как бы неуважение немножко. Да и вообще, я такой человек, люди в парке идут, например, в парке на лавочке сидят, обнимаются. Я не люблю такое, мне как-то, не знаю, неудобно. И дело тут не в родителях. У нас на азербайджанский язык без шпармах переводится как пять пальцев. Не знаю, как у вас. Я слышала, что у нас с казахами очень похожие языки. Однажды я что-то в ютубе наткнулась на видео и там какие-то новости. Я понимаю, что я все понимаю, что он говорит. Но этот язык он мне незнакомый. Но я почему-то врубаюсь во все, что он говорит. Ну, знаете, представьте себе, кто-то говорит на арабском, ну, к примеру, да, вы арабский не знаете, но вдруг начинаете все понимать. И мне такое, знаете, минут пять где-то шока. Блин, это какой-то непонятный язык, но я все понимаю, что сказали. Ну, и тут я увидела, что это казахский язык. Оказывается, у нас с казахами очень похожий язык. Потому что они тоже, по-моему, относятся к тюркской категории. Остался только лучок. и последнее, что мы будем кушать на десерте, к Дониссимо, мой любимый. Просто жизнь не жизнь без этого Дониссимо. Самый любимый йогурт. Самый из всех, которые я в жизни пробовала. Это настолько вкусно. Обожаю на десерт вот что-то такое кушать. Это я в процессе монтажа поем. Когда я монтирую видео, я так хочу есть. Потому что я смотрю, как я ем. У меня появляется аппетит ужасный. Этот йогурт оставим. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Ссылочка будет внизу в инфобоксе. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока! Не забывайте это. Что-то.